Мне очень приятно, что в воскресенье утром пришло столько людей послушать о здоровье. Не о болезнях, а о здоровье. И поверьте мне, каждый из вас здесь сидящих может сделать для своего здоровья неизмеримо больше, чем самый квалифицированный врач, даже если это будет доктор Хаус, чем самое дорогостоящее лекарство и самое новейшее оборудование. Я хочу вам сказать, что идеальный вариант, когда эта информация настигнет человека тогда, когда он еще не болен, но когда уже появляются проблемы, в любом случае, я думаю, что эта информация может оказаться для вас архиважной для вас и для ваших близких. Поэтому я хочу начать с того, что на здоровье влияет много факторов. И главный из них, вы все знаете, это наследственность, это 15% нашего здоровья, потому что то, что мы получили с набором генов от своих родителей, мы не можем на это влиять, правда? Мы на это влиять не можем. И это 15% нашего здоровья. Экология. Страшное, жаркое лето с горящими торфяниками, со смогом. Лето Центральной России, Москва и Московской области этого года. Дали вам убедиться, что это не просто на стенке я написала вам. Экология 15%. Если не больше, экология, это очень важно для нашего здоровья. Медицина. Вы знаете, я скажу вам такую вещь. За последние 10 лет в Соединенных Штатах Америки ежегодно умирает 300 тысяч человек от ятрогенных заболеваний. Знаете ли вы, что такое ятрогенные заболевания? Это заболевания по вине врачей. 300 тысяч в год. Ошибки врачей и фармпрепараты, осложнения от фармпрепаратов, это огромное количество болезней и смертей. Поэтому я думаю, что не только врачи, и врачи ортодоксальные, и все люди должны давно задуматься, что восточная медицина, которая глубоко знает законы мироздания, законы Вселенной, что надо пересмотреть это, надо к этому прислушаться, не химия и препараты дадут нам здоровье. Поэтому вот эти три важных фактора, наследственность, экология и медицина, это 50% вместе нашего здоровья. Но есть хорошие новости для вас. 50% нашего здоровья – это образ жизни. То, на что мы с вами можем влиять. Мы можем влиять на образ жизни? Конечно. Вот об этом мы сейчас и поговорим. В столь любимом мною «Коралловом клубе» за 12 лет его существования наработан путь к здоровью. Концепция, которую я сейчас вам и разверну. Я вам ее расскажу, как я ее рассказываю. Сегодня немножко расширено, сегодня предновогодний день открытых дверей. Но схема одна и та же. Каждый из вас может это повторить по схеме. Потому что 5 основополагающих аспектов в этой концепции, если вы для себя это поймете, вы сможете встать на эту платформу здоровья, вы сможете дать это своим близким, вы сможете укреплять, приумножать свое здоровье. И пункт номер один – это возобновляемость клетки. Возобновление клетки. В медицине этот термин называется «регенерация». Что это такое? 4,5 миллиарда лет на планете Земля клеточные существа, живые существа меняют друг друга. Мы состоим из клеток. Клеток триллионы. В каждом из нас триллионы клеток. Сегодня даже врачи об этом некоторые забыли. Каждый смотрит только в свое отверстие. Окулисты, проктологи, гинекологи, да, знаете, таких узких специалистов. К сожалению, земская интегральная медицина, когда были семейные врачи, помните, Боткин, семейный врач у царя, да, сменилась медициной ремонтной. И каждое следующее поколение, к сожалению, людей будет требовать все более капитального ремонта. Поэтому мы клеточные, вы должны это понять для себя раз и навсегда. Каждый из нас триллионы клеток. И жизнь – это дуальный процесс. Миллиарды клеток каждый день умирают, и миллиарды клеток каждый день рождаются. Что нужно для того, чтобы рождались здоровые клетки? Мы обращали внимание, что много лет люди не меняются. Мы остаемся примерно одинаковыми, узнаваемыми, потому что идет регенерация. Каждый раз клетки нарождаются новые. Клетка крови и ретроцит, кровь носительница жизни, живет 126 дней. Клетка белой крови, наш иммунитет, живет один день. Клетки слизистой желудка – 3-5 дней. Клетки печени – 200 дней. Понимаете, как наладив процесс рождения здоровых клеток, вы можете полностью восстановить свой организм. Так что же нужно клетке? Я плавно перешла к пункту 2, чтобы родилась здоровая клетка. Клетки нужны, во-первых, аминокислоты. Это белки, это кирпичики, из чего состоит все живое на планете Земля. Аминокислоты тесно связаны с минералами. Минералы выстраивают аминокислоты в том порядке, который нужно организму. В организме нет ничего хаотичного. Это космос, это такой порядок, о котором можно только мечтать. Витамины. Витамины дают энергию минералам выстраивать аминокислоты в нужном для организма порядке. ПНЖК, сложное название, полиненасыщенные жирные кислоты. Просто жирные кислоты. Это мембрана клеток нервной системы и мозга. Это архиважно для здоровья. Полиненасыщенные жирные кислоты должны присутствовать в диете каждый день. Мы должны пить их в обогатителях. У нас есть омега-3,63 жирные кислоты, 60% жирных кислот в одной капсуле. Суперпродукт компании Коралловый клуб. Ферменты. Это специфический белок. Все то, что раскладывает, сложное до простого. Без ферментов не происходит никаких биохимических процессов. Сегодня это супер важно, потому что пища бесферментная. У людей же поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать столько ферментов, чтобы это все переваривать. Я здесь дописала дружественные бактерии, потому что без них ничего не усваивается. Вот это все очень быстро разрушается. Время, замораживание, температура выше 60 градусов, когда мы готовим все это. Включаем, все, все закипит. И трупы вот из этих всех веществ мы получаем. Все это приводит к тому, что это все гибнет. Поэтому большая часть пищи, 50-70% еды, которую вы едите, должна быть сырой. Почему сыроеды живут долго? Они же едят живую пищу. Дальше. Даже если это все будет живое, только что свеженькое, оно не пойдет в клетку, если не будет правильной, биодоступной и в нужном количестве воды. Я перехожу к третьему пункту. Роль воды в нашем здоровье. Вода – это, знаете, это тема отдельной лекции. Это потрясающая вещь. Огромное количество людей, членов Кораллового клуба здесь потому, что здесь есть правильная, биодоступная коралловая знаменитая вода. О воде я что могу сказать? Мы с вами живем на голубой планете Земля. Земля – это такой шар, это такой шедевр, который висит в галактике, и мы живем на этом шедевре. 70% земного шара – это вода, 50 морей и океанов. Наш организм повторяет природу. У нас мы тоже рождаемся на 80, на 70% мы состоим из воды, мозг на 90%. С возрастом мы усыхаем. Жизнь – это философская история усыхания. Настолько, насколько человеку удастся сохранить внутриклеточную и межклеточную воду, настолько долго он будет здоровым, активным и хорошо себя чувствовать. Процессы идут параллельно на лице и на внутренних органах. Чем больше сморщено лицо, тем более сморщены внутренние органы. Я хочу вам сказать, что на планете Земля только 3% воды является пресной. 1 миллиард людей вообще не имеет доступа к пресной воде. Я хочу вам сказать, что вы не найдете такого места на Земле, редчайшие места на планете, где вы могли бы подойти и напиться из источника и сказать, что выпили вы биодоступную воду. Да, вы можете найти родник. И то, если он паспортизирован, если он родился. Не та скважина, которую роют новые русские на большой глубине. Это вены Земли. Это вода энергетически для питья непригодная, хотя она, безусловно, чище, чем вода из водопровода. Человечество хлорирует воду с 1904 года. Хлор убивает бактерии, микробы, спасая нас от дизентерии и от холеры. Этих эпидемий нет. Но хлор сжигает кислород в воде, делает воду мертвой, делает воду вредной. И хлор – это самый сильный канцероген в мире. Поэтому 12 лет назад Международный Коралловый Клуб, тогда все думали, какая странная компания, вышла и продает маленькие фильтр-пакеты для воды. Что это такое? Вот 12 лет назад Коралловый Клуб вышел на рынок с потрясающим продуктом, с карманными фильтрами, 1-граммовыми коралловой воды. Коралл Санга – это супердолгожитель на планете Земля. Это чисто японский продукт. Это атоллы из коралловых рифов, из полипов. Вообще, кальций, он содержится, как бы можно 4 наименования назвать. В костях животных и рыб, в ракушечнике, который вообще не усваивается, еще в яичной скорлупе, очень плохо усваивается. И больше всего кальция биодоступного в корале Санга. Вот в этом порошке фильтра, я вот рассыпаю всегда для себя, я очень люблю рассыпанный коралл, потому что он лучше работает. В этом порошке 10% кораллового кальция, калия, кальция, натрия и магния, щелочных минералов. Ровно столько, сколько в этом порошке, столько же у нас процентов в норме у людей. 10% должно быть кальция в крови, в норме. Но на самом деле это все не так. Не так, потому что мы неправильно едим, мы очень закислены, вся пища нас закисляет, и по очень многим другим причинам. Так вот, что делает коралл Санга с водой, откуда мы ее помещаем? Как он меняет воду? Первое, самое главное качество коралла. Попадая в воду, я рассыпаю на пол-литра. Вообще действие его целебное, значит, распространяется, действует на полтора литра отфильтрованной или бутилированной воды. Как только коралл попадает в эту воду, это мощный адсорбент, поэтому на коралл сорбируются соли тяжелых металлов, которые есть в воде, особенно в водопроводной воде. А вы знаете, что бутилированная вода, кто вам сказал, что это из скважины? Это написано на бутылке. Но вы знаете, что написано, и что внутри часто не совпадает. Поэтому, как правило, это отфильтрованная вода, неизвестно какими картриджами. Если вы ее проверите, в ней всегда есть остатки хлора. И хлор полностью уходит. В течение 10-15 минут взаимодействия, и воду вы можете проверять в любой лаборатории, она чистая. Она абсолютно чистая. Это главное, потрясающее свойство коралловой воды. Это первое. Второе. В воду в ионной форме переходят минералы. 70 минералов в таблице Менделеева, но 4 главных для жизни щелочных минералов. Кальций, натрий, калий и магний. И эта вода становится насыщенной, слабоорганическими минералами, потому что это отмершие кораллы, они прошли форму жизни. Это субстанция уникальная, природная, которая состоит из растения, животного и минералов. Понимаете? Это уникальная живая субстанция. И так как это попадает в живой форме, все живое, что попадает на воду, делает ее живой. В первую очередь, эта вода становится насыщенной слабощелочными минералами и имеет слабощелочной буфер. А раз она насыщена слабощелочными минералами, она очень хорошо держит кислород. Эта вода живая, она ловит на ОВП метр отрицательный заряд. Вот эти три свойства живой воды есть только в коралловой воде. Ни в какой другой воде. У нас есть дважды живая вода микроядрин, придуманная человеком. У нее даже больше pH, у нее большой отрицательный заряд, но у нее нет одновременно вот этого всего тревога. Там, правда, один кремний минерал. Мы кремниевые существа. Там органический кремний. Но в корале есть кислород. Кислород в воде. Знаете, что держит? Вода это H2O. Два атома водорода и одна гидроксильная группа. Гидроксильная группа OH щелочная, а H плюс. Это кислота. Так вот, чтобы кислород держался в воде, должны быть щелочные минералы. Вот эти группировки OH, кальций, OH, дважды помните химию? Натрий, OH, калий, OH, магния. Вот эти OH держат это в воде. Поэтому в этой воде всегда есть кислород, отрицательный заряд. Если вы померите это лакмусовой бумажкой, то это всегда будет щелочность больше 7. Супер! Это живая, универсальная, структурированная. Почему структурированная? Когда живое попадает на воду, кораллы несут память о здоровье и чистоте древней воды тысячелетия назад в чистом Японском море. Вы знаете, что вода, это доказано, это не мистика, это доказано последние 20-летия, более 100 книг написано о воде. Ученые с мировым именем Груберг, Шауберг, Масару Эмото изучали воду. Масару Эмото фотографировал и продолжает фотографировать мельчайшие капельки воды из разных мест планеты. Из океана, из болота, из реки, из горной реки. И он показывает, коралловая вода в электронном микроскопе при замораживании имеет вид правильной снежинки. Правильной снежинки. Грязная вода имеет вид хаотичной такой молекулы. Поэтому мы пьем воду более мягкую. Как только коралл сюда попадает, эта вода становится мягкой, вкусной. Поверхностное натяжение внутри клетки 43-45 динам на сантиметр. А в простой воде, просто бутилированной, которую мы пьем, 75 динам на сантиметр. Для того, чтобы клетка взяла в себя эту воду, она должна привести ее к 43. На это тратится большое количество энергии. Поэтому мы сразу здесь дома одногровым фильтром, пакетом, получаем воду, которая изменяет ее по 7 главным параметрам. Приближая к нашей внутренней среде, то есть она биодоступна, она идет напрямую в клетке. Эта вода абсолютно чистая, структурированная, с поверхностным натяжением 43-45, с паж более 7, насыщенной органическими минералами, отрицательная, заряженная, померьте любым ОВП-метром. Как можно меньше вода должна содержать негативные информации. Воду надо хранить в самом лучшем сосуде дома, желательно подальше от электричества, от солнечного света. Вода это не любит. Замечали, как родники в лесу всегда прячутся под деревом. И если дерево умерло, родник уходит. Вода должна быть... У меня на кувшине с водой приклеена снежинка, на которой написано два слова «любовь» и «признательность». Два самых главных слова. Вода это структура, это кристалл. Вода это кристалл сверху и донизу. И этот кристалл фиксирует эмоциональные вибрации. Любовь и ненависть. Напишите любовь, любовь получите. Напишите ненависть, и ненависть получите. Вода очень мстительная структура. Все эти катастрофы, цунамы, наводнения, это все месть природы за агрессию, за негатив. Недаром у нас есть сейчас несколько дней международных, когда мы должны воду боготворить, когда мы должны ей молиться. Вообще на воду надо молиться. Ее надо боготворить. Как раньше на Руси молились на еду перед тем, как есть. Точно так же надо молиться на воду. Представьте на одну минуту жизнь без воды. Даже ту хлорированную, если отключат на сутки, на два, на двое. Как вы будете себя чувствовать? Озверевшими совершенно, правда? Особенно женщины это знают, да? Вода, я написала вам, это носитель, на котором написаны все вселенские послания. Внутри всех клеток, всех живых существ, включая растения. Растения это тоже клеточные. Вода заключает в себе вселенскую мудрость и переносит ее из макрокосма в микрокосмос, в наши клетки. Я хочу вам сказать такую вещь. Нет лучшего продукта в мире, чем коралловая вода. Потому что это жидкая минеральная пища. Даже, наверное, не поэтому, а потому, я бы сказала так вам, люди умирают вследствие закисления. Три причины. Три причины смерти. Обезвоживание, паразиты и токсины, и закисления. А коралловая вода расщелачивает. Понимаете? Она создает некомфортную среду, не для паразитов. Она... Вода это не просто растворитель. Вода это энергоноситель. Это тот электролит, по которому течет жизненная энергия прана. Вода это и есть сама жизнь и сама энергия. И вода, водой на земле управляет творец. Поэтому вода это живое существо. И о воде можно говорить много, но то, что мы имеем на вооружении, невесомый карманный фильтр-пакет коралла, который преобразует воду по этим параметрам, делает эту воду суперэксклюзивом, суперпродуктом Международного кораллового клуба. И счастливые люди, которые имеют доступ к этой воде. Здесь я хотела бы сказать только еще два слова про водородный показатель. Это самое прогрессивное направление в концепции здоровья. PH, кислотно-водородный показатель или просто водородный показатель. Врачи не измеряют это в поликлиниках. Это измеряют только в реанимации людям перед смертью. Проверяют гомеостаз, водородный показатель. Как вы думаете, чем оживляют людей, когда случается инсульт, инфаркт, бессознание, пожилой человек упал или даже молодой? Да. Им капает внутривенная щелочную минеральную композицию. Представляете, как счастлива я сегодня, я занималась этим более 30 лет, что я учу людей, как не попасть в реанимацию, как всю жизнь пить правильную, биодоступную, щелочную, насыщенную органическими минералами воду, как держать свой водородный показатель Паш, 7.45, как 7.40 еврейский танец, да, как напоминание народу о том, держите свой водородный показатель водой, едой, проверяйте это лакмусовой бумажкой в течение дня, и если он у вас на пути к 7 и выше, вы на пути к здоровью. Если это 6 и ниже, к сожалению, вы идете к закислению и получаете проблемы. Вот это коротко о воде. Воды должно быть 30 мл на килограмм веса в среднем, но минимум полтора литра ни кофе растворимого, ни чая пакетированного, ни компотов сладких, ни шипучих напитков, а живой воды. Посмотрите на животных, которые живут в природе. Разве пьют они эти жуткие напитки? Посмотрите, как выживают собаки в условиях холода, мороза, грязи, как они держат свой иммунитет. Они никогда не пьют ничего, кроме воды. Пункт номер 4. АБВГД и ПП. Аббревиатура это обозначает агрессия бактерий, вирусов и других, грибков и других паразитов и простейших. Весь мир заглистован. Мы все запаразитованы. Это очень древняя цивилизация. Они мудрее нас, они старше нас. У нас нет цели их уничтожить вообще и стать стерильными. Но они должны знать, кто хозяин в доме. Кто хозяин в доме. Количество их надо контролировать. В России и в Европе очень страусиная политика на предмет паразитов. Все очень стыдливо, ай-ай у меня нет. Врачи 5 дней в медицинском институте, тогда, когда я училась более 40 лет назад и сегодня 5 дней курс паразитологии. Кроме тех людей, которые не сделали это своей специальностью и узко этим не занимаются, никто про паразитов не знает. Так сакары, собачьи глисты, их вообще не знали в последние 7 лет только. Думали, что это маленькие аскориды. Есть такая неуправляемая инвазия астрицы. Если она есть у одного ребенка в детском саду, не зависит от социума и родителей. Она есть у всех детей. Мягкие игрушки, постель и так дальше. И у взрослых, и у детей. Они невыводимые. Невыводимые. Поэтому я вам хочу сказать, каждый цивилизованный человек, который имеет хотя бы 10 классов образования и знаком с натуральными противопаразитарными программами Международного кораллового клуба, должен 2 раза в год чиститься от паразитов, шлаков и токсинов. Потому что здоровье это не есть отсутствие симптомов какой-то болезни. Поймите это. Здоровье это свобода. Сегодня свобода от токсинов, от шлаков, от паразитов. Доктора Хауса кто смотрит? Да, 2 человека. Очень рекомендую вам, если вы не смотрите, попросить молодежь, чтобы они вам из интернета скачали пару серий. Абсолютно все серии. Только Америка вслух об этом говорит. Доктор Хаус, гениальный ученый врач. Причина всех болезней паразиты, обезвоживание, токсины, закисление, потеря клетокислорода, смерть. Значит, паразиты и токсины. Поэтому в коралловом клубе ни в коем случае нельзя чистить ни детей, ни пожилых людей, ни себя любимых химиопрепаратами. Что это за очищение? К сожалению, в ортодоксальной медицине нет слова очищения. Есть колономониторинг, ну, в переводе на русский язык, сифонная клизма, которая чистит в основном толстый кишечник и выводит все дружественные бактерии. Ну, это, как вам сказать, это не очищение. Очищение, это комплексное очищение, когда включены противопаразитарные программы, когда есть кишечный сорбент, когда есть глина, когда все сбалансировано и продумано. Чемпион наших продуктов, лучший продукт всех времен и народов. Коловада. Двухнедельный волшебный чемодан, который я пропила в Коралловом клубе за пять с половиной лет одиннадцать раз. Заметно, правда? Одиннадцать раз. Хоть один раз, кто из вас хоть один раз пропил коловаду? Ну, что я вам рассказываю, да? Лучше один раз пропить, чем сто раз рассказать. Это такой полет, это не только очистка толстого и тонкого кишечника. Коловада вместе с нашей водой чистит мозги и расширяет сознание. Поэтому, а мозги нам надо чистить. Ой, как надо чистить. Знаете, ворчливых людей с утра с негативчиком проснувшихся, это воду не пьют. Когда кто-то начинает негативить, я говорю, давно воду пили, надо попить. Потому что я знаю, что стакан теплой воды, чистой и правильной, это реанимация при любом состоянии. Так вот, стакан коловада. Все вопросы потом, никаких вопросов. Коловада, двухнедельный чемодан, в котором 7 дней подготовки, включая все, витамины, ферменты, дружественные бактерии, противопаразитарные, люцерна, абсолютно все первые 7 дней. Человек 7 дней пьет, настраивается и готовит свой организм. Следующие 4 дня голод. Самое лучшее расщелачивающее средство это голод. Кто из присутствующих здесь может поднять руку, что он умеет голодать только на воде? 3 дня, 72 часа. Может? Я вам аплодирую, я 3 дня не могу. 2 дня на второй день я уже зверею. Ну, надо над этим работать. 3 дня, 3 дня голодания сделают для вашего организма намного больше, чем все остальные красивые таблетки. Потому что, когда вы голодаете и только пьете воду, еще лучше, у нас есть еще коловадомикс, просто глина, уходят токсины, шлаки, чистятся сосуды, у нас же нет ершиков, сосуды изнутри почистить. Начиная с 40 лет, холестерин очень быстренько откладывается внутри сосудиста. У нас, знаете, у нас 3 врага в нашей жизни. Вода, не вода. Время. Это первый враг. Мы ничего не можем сделать времени. Мы не можем его в банк положить, проценты начислить. Оно идет неумолимо. Видели? Вот, поздравили. Сколько лет? Лучше не вспоминать. Паспортный возраст можно забыть. Время. Второе. Холестерин. 40 лет геометрической прогрессии. Надо задумываться в 40 лет. Сколько надо есть сметанки, сливочного масла, сливок, темного мяса, жареного, вкусного, беляшей, охладцы не мечтать на Новый год после 40 лет, если хотите жить долго. Ну, как бы, это добровольно. И третий враг это водородный показатель. Закисление. То, чем мы занимаемся каждый день. Поэтому противопаразитарные программы очень актуальны. Уходят паразиты, которые живут в тонком кишечнике, поперечной кишке, которые съедают все самое вкусное, что есть у нас. Как только вы садитесь в столу, вы приглашаете их к шведскому столу, сами доедаете объедки, да, не сомневайтесь, и иммунитет, который живет в тонком кишечнике, опускает голову. Люди запаразитованные, зашлакованные, очень слабый иммунитет имеют. Они подхватывают все эпидемии гриппа, все ротовирусные инфекции, все, кто на них кашленет, какой сквознячок, и они болеют. Таких людей, знаете, у компьютера сидят с утра до вечера, дома, так-то телевизор, тапочки, да, все это булочки посахаренные, туда-сюда, и вот это все, это все приводит к тому, что иммунитет снижается. Поэтому противопаразитарные программы, регулярное очищение своего организма, очищение – это прерогатива натуропатов, натуропатии, медиков восточной медицины. Поэтому здесь у нас очищение – это свято. Не надо, чтобы это было во главу угла, это не панацея. Чиститься надо взрослым два раза в год, детям три раза в год. У нас есть детские противопаразитарные программы. Мой любимый продукт – лист черного ореха. Потрясающий. Источник высокого количества витамина С, чистит кровь, снижает сахар крови, и он содержит марганец натуральный, от этого запаха его не переносит паразит. Они только начинаете пить воду коралловую, черный орех, они уже собирают чемоданчики на выход. Живыми, живыми. Очень хорошо, не вредя нашей клетке. Кора муравьиного дерева. Кора белого дуба намного эффективнее коры муравьиного дерева, но ее можно пить только месяц, не более. Или когда у кого наклонность к жидкому стулу, к диарее. В основном долго надо пить, можно три года подряд пить кору муравьиного дерева. Знаете, как говорит любимая мной Ольга Алексеевна Бутакова, если вы пьете, начинаете заболевать, начинаете пить кору муравьиного дерева, через несколько часов ваши бактерии и вирусы на лопатках лежат. То, что это противовирусное, противоцитомегала, герпеса, это противовирусное средство. А если вы не пьете ничего, когда заболеваете, то вирус, который к вам попал, положит вас на лопатки. Очень быстро. Вот. Поэтому вот эта глава противопаразитарной программы, она очень важная. Она очень важная в теме концепции здоровья. Помните, друзья мои, вы никого не обманете. Пока вы не пропьете, здесь у нас не лекарства, здесь продукты клеточного питания, высокого качества обогатителей, пищи. То, чего нет в консервированном виде, в нейтральных капсулах, заключено то, чего нет на вашем столе, чего нет в супермаркетах и чего нет на базарах, поверьте мне. Даже если вы ходите на Дорогомиловский рынок в Москве и покупаете там все свежак и все самое-самое свежее, все равно усвоится у вас миллиграммы, миллиметры. А почему люди, которые пьют обогатители, получают это в нужном количестве, излучая энергию, излучая здоровье и прекрасный внешний вид. Правильно? Так. Дальше. Пункт номер пять. Путь восстановления и сохранения здоровья. Номер один я поставила бы во главу всего. Это психология. Тот факт, что столько людей в воскресенье, выходной день, в холодный день, перед Новым годом пришли послушать, как не болеть, как здоровьем заниматься, потому что до сих пор много людей продолжают любить, качественно лечиться, платить большие деньги. Знаете, я отработала много лет в бесплатной медицине. У нас медицина была бесплатная. Но все-таки был профессионализм, была совесть, была клятва Гиппократа. Сегодня, просто чтобы зайти куда-то, в приличную клинику, конечно, если это не Юрьевский переулок по месту жительства, где работают, сами понимаете, какие врачи, и кто туда ходит, неимущие люди, но если вы зайдете в приличное заведение, то чтобы сделать минимум обследования, общей крови, общей мочи, липиды, сахар крови, флюорографию, электрокардиограмму, и УЗИ чего-нибудь, по минимуму вы должны заплатить 9-10 тысяч только за эти исследования. Кто ходил, знает. Я хожу каждый год раз в год и знаю, сколько это стоит денег. А дальше все, что вы соберете, вы должны еще найти человека, который профессионально это соединит и поставит, и скажет вам, что нужно. Если вы будете здоровы, но очень удивиться, зачем вам это надо, зачем вы это делали. Врачи очень удивляются, потому что они привыкли работать с больными людьми. К ним приходят люди с больной энергетикой. Сами врачи как часто болеют, знаете, да? Да, а это очень аморально. Могу я доверять свое здоровье врачу, который болеет? Он сам болеет. Поэтому психология, это очень важно. И в психологии важно что? В психологии самое главное. Позитив, друзья мои. Улыбнулись все, чиз, друг к другу, рядом с сидящим людям. Каждый свой день вы должны начать с того, что проснувшись, про себя проговорить. А я и вслух проговариваю. И никто мне за городскую сумасшедшую не считает. Даже муж уже привык. Ура! Наступил еще один день моей прекрасной жизни. Жизнь прекрасна. Каждому из нас подарена жизнь. И если вы будете ей радоваться каждый день, она будет радовать вас. Поверьте мне. Позитивные люди легче уходят от болезней. Меньше болеют. Статистика есть, болеют все. Но они меньше болеют и легче уходят от проблем. Поэтому позитив и желание знать и делать. Пункт номер два. Это откажитесь от вредной еды. Нельзя есть все то, что не приколочено. Как говорит незабедная Ольга Алексеевна Бутакова. Я подписываюсь под этим. Нельзя есть все то, что в красивых баночках, коробочках, внукам покупать на Новый год. Твиксы, Марсы, Сникерсы и всякую гадость, в которой нет шоколада. Там только едобавки одни. И это вы покупаете своим внукам. И если вы не знаете, что это, то узнайте. Оденьте очки и прочитайте, что вы сами едите, что вы даете своим близким. Пища должна быть наполовину сырой. Пища должна быть свободной от консервантов, едобавок, глютаматов. Она должна быть свежеприготовленной, желательно, в кастрюлях, которые с двойным-тройным дном. Да, знаете, цепторовские и прочие есть кастрюли очень хорошие. Одну такую надо иметь в семье. Она вам больше сохранит здоровье, чем те деньги, которые вы на нее затратите. Плюс к этому, про еду я хочу сказать следующие вещи. Некоторые вещи, буквально два слова, должны убрать со своего стола. Как страшный сон. Белый рафинированный сахар убрать. Дрожжевой хлеб убрать. Копчености только по большим праздникам, если вы от них с ума сходите. Отдел колбаса и торты можете пропустить. А за сэкономленные деньги в этих отделах идите, пожалуйста, к бабушкам в задние ряды, которые привезли все, что вырастили на огороде, без ядов, на органических удобрениях. Свеклу, морковку, картошку, да? Живой продукт. Крупы, которые все натуральные, незаслуженно забытые. Перловку, гречку, рис бурый. Пожалуйста. Только не мамную кашу. От нее нет толка, так же, как и белого хлеба. Ни детям, ни взрослым. Дальше. На столе всегда должна быть зелень. Вспомните долгожителей. Долгожители. Самые большие долгожители. За Кавкази, Ереван. Я там была несколько раз. В каждом доме живет бабушка, которой сто лет и больше. Шесть стаканов воды каждый день, сказала мне соседка по квартире, где мы жили. Бабушка Арус, ей 102 года в марте месяце. Шесть стаканов воды. Там никогда вода не хлорировалась. Всегда была горная вода. Но сегодня там вода очень плохая. Плюс мацони. Особая закваска кефира. Секрет. Особая форма кальция. Особая закваска, передаваемая из поколения в поколение. Мацони. Наш кефир близко не стоял и не лежал. После мацони водородный показатель всегда 7,45. Очень много зелени. Очень много зелени. Много разной зелени. Кроме щавели и лука все расщелачивает. Дальше. Авокадо. Японцы жуют с утра до вечера. Продукты моря, водоросли, авокадо. Козий сыр, орехи, нежаренные, сырые. Посмотрите, с какой я вам ассортимент перечистила. А вы, как мне сказала одна дама, которая понравилась все, она купила все, коловаду. Я говорю, ну вы уже начали, уже 5 дней прошло, распились водой. Нет, я же мечтаю в Новый год о холодце. При росте метр шестьдесят и весе сто килограмм. Она мечтает в Новый год о холодце. Мне бы ее мечты. Да. Вот так. Ну что делать? Я не могу прерывать мечты человека. Пусть ест холодец из костей и хвостов. Супер полезный продукт. Так что я хочу вам сказать, что вот если вы начнете потихоньку поворачиваться к грамотному питанию, то вы будете совершенно по-другому себя чувствовать. Пункт номер три в пути к здоровью. Нормализация водной среды. Эту воду вы должны пить всю жизнь, каждый день. Вопросы, извините, не умные насчет того. Вот я пропил месяц, а сколько еще пить? Пожалуйста, не задавайте тем людям, которые вас пригласили. Им это смешно. Вы хотите всегда хорошо выглядеть, излучать энергию, жить долго. Эта вода получила от кораллов в Японском море информацию о том, как жить долго и не болеть. А когда вы ее пьете, она передает нашей водной среде, мы, эта вода, на 70-80%. Информацию эту, настраивая наш организм на долголетие и на здоровье. Вы хотите быть долго здоровыми? Значит, какой вопрос про пить? Пропить можно аспирин, анальгин, колдрекс, если вы в него верите. Это надо пропить. То, что будете пить долго, получите что-нибудь такое, что нужно будет скорую помощь вызывать. А скорая помощь доктор Хауст вам не приедет. Это я вам обещаю. Да, приедет кто-нибудь другой, с другой фамилией и другим содержанием, заметьте. Вот, поэтому вода в ущерб всем другим жидкостям. Пейте благословенную, коралловую, живую, структурированную, слабощелочную, это жидкая минеральная пища. Пейте прекрасную воду. Вы получили? Будьте благодарны тем людям, которые вас привели сюда, которые дали вам эту информацию. И, пожалуйста, пейте эту воду. Вы знаете, я уже 6 лет скоро, у меня ощущение, как будто бы я нашла в лесу родник. Я к нему припала и не могу напиться. Ни днем, ни ночью этой воды. Вчера мне дочка осозналась. Конечно, такое сознание, у ей всего 24 года. Мама, это, конечно, мой любимый продукт. Когда я забываю и потом вспоминаю, мне нравится его пить. На эту воду вибрируют и дети, и взрослые, и старики, и животные. Мой кот, две вот такие полные плошки, каждый день. Сахар у него нормальный, я проверяла. Коралловой воды пьет. Пьет коралловую воду. Знает дело. Дальше. Нормализация водной среды. Периодически. Два раза в год взрослые, три-четыре раза в год дети чистятся от токсинов и шлаков. Помните, врач в больнице вам никогда не скажет, что вам надо почиститься. Нет слова очищения в медицине современной. Вам скажут, кола на мониторинг, за денежки и так дальше. И еще, и еще. Поэтому то, что здесь есть такое великолепное очищение, лаксмаксовое очищение, детское, взрослое, коловада, лучше всего, самый яркий результат. Это волшебный чемодан, где все продумано под ключ. От и до. 14 дней, и организм скажет вам, спасибо тебе большое. Каждая клетка вам скажет спасибо. А не так, что одна клетка другую спросила, кальций не подвезли? Нет. Опять мы дураку достались. Я вам хочу сказать, вы, клеточное питание, один из очень важных путей к здоровью. Воспринимайте эти баночки не как лекарство. Поймите, это не лекарство, и здесь не врачи. Я здесь врачом не работаю. Если вы знаете концепцию, встаньте спиной к этой витрине, где более 140 наименований клеточного питания. Любое возьмите. Только если не почиститесь, это угостите своих паразитов. А если вы почиститесь, то все будет прекрасно. Для чего нужно клеточное питание? В наборе продуктов, даже самых правильных, у самой грамотной хозяйки, все равно не достает. В почвах уже давно ничего нет. Давно ничего нет. Поэтому вот по коду клетки, это код клетки, аминокислоты, минералы, витамины, жирные кислоты, ферменты и дружественные бактерии, это все есть в коралле. Аминокислоты лучшие у нас спирулина, противити, биошейб, кому нужно похудеть. Я всегда, когда много народу подходит, говорю, толстым биошейб, худым спирулина. Начинаем с этого. Дальше. Минералы. Кальций жевательный, кальций мэджин, цинк, селен. Это питание клеток. Селен. У нас это суперпродукт. А сколько мне его пропить? Я говорю, вы сколько хотите. Я пью постоянно. Потому что китайцы 10 лет взяли контрольную группу населения и поили селеном, и в 3 раза меньше заболевания онкологии. В одной и той же провинции, где одинаковое питание. Селен. Понимаете? Дальше. Витамины. И алтимейт. И детские вкусные для детей. И фито-Си. Где вы еще найдете такую форму витамина С, как в коралловом клубе? 4 продукта. Самый большой выход витамина С. Шиповник, клюква, спирулина и цитрусовые. Где вы это сразу возьмете на столе? Группа В. Лицетин. Живые фосфолипиды из соевых бобов. Растительный лицетин. Да его просто надо щелкать. Расщелкивать. Как на него дети вибрируют? Щелкайте и высасывайте. Щелкайте и высасывайте. Его можно... Это зрение, это память, это желчные ходы, это потрясающие витамины. Жирные кислоты. В корале целая коллекция. Моя любимая жирная кислота. Омега-3. Омега-3, 60. Далее. Жир печени акулы. Это ваш иммунитет. IQ. Если хотите студентам, учащимся, память у кого девичья. IQ. Очень хорошо помогает. Дальше. Дружественные бактерии. Пищеварительная формула. Дегистейбл. Ассимилятор. Хлородофилус. В активине есть дружественные бактерии. Все. Каждый человек, которого кто-то пригласил, вам расскажет. Есть великолепный каталог. Вы все это прочитаете, узнаете. Я просто хочу закончить чем? Вы получили информацию? Как вам информация? Да. Она очень убойная. Она, по большому счету, кто слышит ее первый раз, как говорит моя Зоечка Васильевна, сносит крышу. Но главные секреты здоровья. Вы поняли для себя главные секреты здоровья? Держите радость, позитив и ненатянутую улыбку. А чтобы она шла, знаете, есть глаза злые, а улыбка офисная. Это не проходит. Это должно идти от сердца. Это должно идти от сердца. Любовь к людям от сердца. Любовь, когда вы отдадите, вы ее получите назад. Все, что вы даете людям, агрессию, злобу, зависть, вы все получите назад на свои клетки, на свою голову. Имейте это в виду, пожалуйста. Если у кого-то характер вредненький, например. С характером надо работать. Это первый момент. Второй момент. Пейте воду всю жизнь. Два раза в год чиститесь. Держите свой водородный показатель. Не ешьте чего не приколочено. Пропустите отдел колбас, тортов. Безжалостно. А на эти деньги покупайте все живое. Все живое. И не забывайте, что вы должны запланировать время своей жизни, чтобы начать двигаться, а не у телевизора, у компьютера сидеть. Потому что движение лимфы происходит только, когда сокращаются мышцы. Поэтому спорт в любом виде. У кого-то фитнес, у кого-то бассейн, у кого-то профессиональный спорт, а у кого-то просто прогулки в парке. Когда вы устали, вы раздражены. Вы никакие, как говорите, я так устал, я не могу. Что нужно сделать? Взять яблоко свежее, сырое и выйти с ним в парк, где есть поток свободных электронов. Сразу же вы почувствуете, это будет жизнь. Понимаете? Вы сразу же, пройдет ваша усталость. Поэтому вы должны запланировать время своей жизни на то, чтобы вести такой образ жизни. И вы должны запланировать часть своего бюджета для того, чтобы покупать обогатители пищи. Потому что сколько бы вы не купили яблок лакированных, это бесферментные продукты. Разрежьте яблоко из супермаркета. Оно пахнет, оно чернеет. Никогда в жизни оно мертвое. Поэтому покупать надо в задних рядах. У бабушек побитые. Слава победителю. Антоновка. Знаете такие названия? Побитенькие, такие некрасивые. Но это живой продукт, в котором все равно мало. А наши коктейли я очень вам рекомендую. Проволокно. У каждого второго запоры. У каждого второго. У нас запоры у всех. И в здоровье, и в бизнесе один запор. Поэтому проволокно с фитоэнергией. С лимшейк. Вы понимаете, что это выращивается в экологически чистом месте, без гербицидов и пестицидов, и поливается артезианской водой. И там 600 лет, Бейксендувала выращивает специально. Это потрясающая технология. Потрясающая технология. Нам фильм показывали, американцы привозили. Продукт американского и японского происхождения. Качество GMP. Поэтому я желаю вам всем, не откладывая в долгий ящик сегодняшнего дня, думать о том, что вы будете есть на обед и ужин. Не планировать холодец на Новый год. Заливную рыбу. Помните? У Рязанова. Хоть это и гадость ваша заливная рыба, но заливная рыба более такой, менее вредный продукт. Рыба усваивается за 2 часа, а мясо любое. А если оно на кости, 6-7-8 часов будет у вас там болтыхаться, придавая вам некрасивые формы. Талии не будет. Я хочу вам сказать, вы мне сегодня очень понравились. Вы так внимательно меня слушали. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я желаю вам всем здоровья, вашим близким, чтобы над вами никогда и в наступающем Новом году и всю оставшуюся жизнь, что над вами никогда не прозвучали эти страшные слова «у вас рак», чтобы никогда, чтобы это было, знаете, чтобы это было для вас, не для вас это, не для тех людей, кто занимается своим здоровьем. Спасибо вам огромное.